Итак, дорогие друзья, доброе утро! Надеюсь, меня слышно. Я оказался сейчас в городе, не успел домой вернуться, но подумал, что отменять урок совсем нет смысла, потому что самая большая сила в мире – это сила постоянства. Постоянство, ежедневность, и мы не можем отменять урок Тора, потому что прямо в заслугу того, что мы учимся, в жизни происходят очень хорошие события. И, значит, так как у меня сейчас с собой нет компьютера, то я вам сегодня расскажу, расскажу я вам сегодня, значит, какую-то очень… Давайте я сегодня первый раз попробую отвечу на какие-то вопросы, связанные с Торой. Давайте вот сейчас задайте какие-то вопросы, то, что вам интересно. Может быть, у кого-то есть какие-то серьезные вопросы, которые вы давно хотите задать, а я вот ни разу на эти вопросы не отвечал, потому что, ну вот, у меня был другой склад урока. Но если сейчас кто-то напишет вопрос, такой важный, нужный, интересный, то я на него отвечу. Если нет, то я вам расскажу историю. Яков Шатадин, да, Анна Хмелева нас смотрит. Доброго ранку с Гадича из Ойля Альтер Ребе. Значит, вот как раз Ростислав Бакалюк находится в очень святом месте. Это Ойль Модила Альтер Ребе. Там похоронен основатель движения Хаббат, Равшнеур Зальман Изляд. И он там похоронен, и очень большая есть сила молиться на Модилах Праведников. Значит, как раз, почему нужно молиться на Модилах Праведников? Вот многие задают вопрос, почему нужно молиться, как это работает вообще, что ты приходишь на Модилу какого-то человека? И когда ты приходишь на Мадилу какого-то человека, значит, когда ты приходишь на Мадилу праведника, как это работает, что ты пришел на Мадилу, помолился, почему там. Значит, первое, какой есть в этом аспект. И потом я отвечу на вопрос про маму, которая отвергает праздники. Значит, первое, давайте про Мадилы праведников поговорим. Я расскажу вам сейчас вначале историю про Модилу Праведника, очень интересную. Как-то в одном... был один праведник, был один очень известный праведник. Сейчас, например, вы можете открыть сейчас YouTube, например, вы можете открыть сейчас Facebook и послушать любые уроки Торы, которые только вообще существуют на любом языке. А раньше такого не было, еще лет 150 назад, 100 лет назад не было ни радио, ни телевизора, ничего не было. И в маленьких-маленьких городишках жили небольшие такие еврейские общины, были местечки, были в городах какие-то общинки в небольших. И вот как-то... а праведники, они ездили... праведники, они ездили по вот этим вот... были такие бродячие проповедники. Вот они ездили, назывались они Мадиды, рассказчики. И они ехали... они ехали... вопросы я все вижу, да. Значит, ехали праведники разные по городам. Зачем они это делали? По двум причинам. Первая причина, они себя ставили, это называется, как добровольное изгнание. То есть вот мы сейчас живем, нам кажется, что все как бы в мире упорядочено. И мы мало чувствуем Всевышнего из-за этого. А если ты идешь, и тебе нечего кушать, и ты не знаешь, где ты будешь завтра ночевать, то ты каждый момент твоей жизни, ты понимаешь, что у тебя впереди неизвестность, и ты полагаться можешь только на Всевышнего. И ты молишься, и ты видишь, как Всевышний тебе отвечает. Тут он тебе прислал хорошего человека, тут он тебе прислал еще кого-то. В общем, праведники шли вот в эти вот добровольные изгнания, для того, чтобы чувствовать Всевышнего, вот прямо чувствовать на прямой связи, да. Называется это индивидуальное проведение, да, как Всевышний с тобой разговаривает. Теперь вторая была причина. Когда, как Авраам Авину, как праотец Авраам, он ходил из места в место и говорил о Всевышнем, то они точно так же ходили по этим маленьким общинам и говорили о Всевышнем, о Боди, значит, говорили с людьми, заходили в Синагоди и пробуждали их к более яркому и сильному служению. И вот один такой праведник, он приехал в один такой достаточно большой город, и там он проводил несколько дней, шаббат провел в этом городе. И приехал туда из маленького городка, городка такого, приехал один богатый еврей. И этот богатый еврей, он пришел к этому праведнику, и ему говорит, Ребе, приедьте к нам в город, я вас очень прошу. У нас маленькая община, у нас всего там миньян собирается в еле-еле 10 евреев, но, тем не менее, город есть, евреи есть, и надо, мы тоже хотим услышать праведника. В общем, он его уговорил, и поехал этот праведник, поехал он в этот маленький городишко, приехал он туда, приехал он туда, остановился в городе, в доме у богатого этого еврея, и тот ему говорит, Ребе, смотрите, вот видите, я синагогу построил, хотя он у нас маленький городок, но я синагогу построил. Вот я построил здесь микву, чтобы могли женщины окунаться в микву, это есть такая законы семейной чистоты, женщины должны окунаться в микву, в такой источник родниковый, специальный. Значит, дальше сделал я здесь школу такую, построил школу для еврейских детей, маленькая школа, маленький домик, но все равно есть. Все это он ему показал. В общем, праведник выступил, провел один урок, второй урок, значит, потом приходит ночью, он спит. И тут он ночью открывает глаза, смотрит этот еврей, который его пригласил, стоит с топором над ним и уже приготовился его зарубить. Он, этот праведник, ему говорит, что вы делаете вообще, за что вы меня хотите убить? А тот ему говорит, что, Рэба, извините меня, пожалуйста, я, конечно, ну, одно дело, когда вы спите, вас зарубить, другое дело вас зарубить, когда вы уже проснулись, это я не смогу, конечно, вас убить теперь. Тот говорит, а за что ты хотел меня убить? А он ему говорит, нет, Рэба, вы не подумайте, как, за что, почему за что? Не за что, а для чего. Вы знаете, как я люблю город наш. У нас есть и синагога, и школа, и миква. Но у нас нету модилы праведника, чтобы молиться. Я очень хотел, чтобы в нашем городе была модила праведника, чтобы можно было на ней молиться. Такая история. Значит, модила праведника. Зачем, почему приезжают люди, например, в тот же Гадич, там модила праведника. Летят люди в Нью-Йорк на модилу любавческого Рэба последнего. А любавческий Рэба последний каждый день, каждый день приходил на модилу предыдущего Рэба и проводил там иногда целыми днями в молитвах. Почему надо молиться именно на модилах праведников? И как это работает? Давайте я вам сейчас расскажу. Расскажу я вам сейчас, как это работает. Значит, когда человек... Человек, когда... Ну, каждый из нас имеет свои желания. Мы все имеем свои желания. И желаний у человека много, да? Человеком двигают желания. То есть человек, пока он жив, у него есть желание. У него есть желание. И пока у него есть желание, он жив. Значит, дальше... Дальше каждый человек пытается эти желания реализовать свои. И он целыми днями бегает, чтобы реализовать свои желания. Это как бы общая схема жизни. Все люди до единого живут по одной схеме. Придумывают себе какие-то желания и бегают, чтобы их реализовать. Теперь дальше. Дальше религиозные люди, они стараются свои желания. Они стараются свои желания их синхронизировать желаниями Бога. То есть желание Бога – это Тора, это заповеди. И религиозный человек, когда у него есть какое-то желание, он это желание думает, а Бог этого хочет или не хочет. И старается то, что Бог запретил не делать, а то, что Бог сказал делать, делать. И религиозный человек, он молится Всевышнему, он просит и говорит, пусть будет твоя воля, то есть чтобы мое желание совпало с твоим желанием, и чтобы это реализовалось. В этом суть молитвы. И вот так религиозные люди молятся, молятся, просят Всевышний, дай мне здоровье, чтобы операция прошла хорошо, дай здоровье моим близким, дай то, дай то, дай то, дай то. Просят, просят, просят. Теперь, могила праведника, это место, которое считается предназначенное для молитвы. По каким причинам? Первая причина, когда человек приходит на могилу праведника, у него сразу происходит корректировка, корректировка его желаний. Он в этот момент, он понимает, как говорил царь Соломон, он говорил, что мудрецы, мудрецы, в экклезиасте говорил царь Соломон, мудрецы идут в дом скорби, а глупцы в дом веселья. То есть, что имеется в виду? Ты приходишь на могилу и думаешь, ну, сколько той жизни, да? Сколько той жизни? Все равно, вот, праведник умер, и я когда-нибудь умру. Значит, а что правильно для меня хотеть? Может, и у человека сразу происходит фильтрация его хотелок, его желаний, и он убирает все, что для него вредно, для его души, все, что вредно. Это первое. Сразу так могила, она оказывает на него влияние, у него, наоборот, происходит просветление в голове. Второе. Второе. Когда приходит он на могилу праведника, человек, то в этот момент, в этот момент он вспоминает этого праведника, и вспоминает, как этот праведник жил, и вспоминает, как этот праведник действовал, И за что праведник вообще заслужил такую честь, что к нему на Модилу сотни лет уже люди приходят. И в этот момент человека с кем поведешься, от того и наберешься. Это народная мудрость. О ком ты думаешь, то сейчас и находится в твоей голове. И когда ты думаешь о праведнике, о его жизни, в этот момент это уже происходит корректировка твоего мышления и поведения. То есть ты уже сразу становишься чуть ближе к праведнику, ты к нему прилепляешься. Второе, третье, третье. Чем отличается праведник? За что он заслужил такое имя праведник и люди ходят к нему на Модилу? Праведник, он жил для других людей. Он людям помогал, он людям старался, старался людям помочь. И поэтому его все любили, он праведник. И в этом была его заслуга перед Богом. И в этот момент тот, кто молится, он просит у Всевышнего, вспомни его, как бы он сейчас за меня молился. Вспомни все его заслуги. И в его заслугу пожалей меня. Да, то есть может у меня нет своих заслуг, но он же всю жизнь жил для тебя, для Всевышнего. И давай-ка, пожалуйста, в заслугу его, в заслугу его, значит, постарайся дай мне. Это третье, почему ходят на Модилы праведников. Ни в коем случае нельзя молиться праведнику. Праведник не может ничего сделать. Мы говорим, что пусть заслуги праведника, пусть он за нас там помолится Всевышнему. То есть в этом мире можно молиться только Богу, Творцу Мироздания, только Ему одному, Хозяину Мироздания. Любая другая молитва, она является идолопоклонством. И она вместо того, чтобы дать человеку результат, она наоборот у него забирает. Поэтому на Модилах праведников мы молимся в заслугу праведников, в заслугу этих людей, которые свою жизнь посвятили Всевышнему. Вот так работает молитва на заслугах, на Модилах праведников. То есть корректировка желаний. Человек становится более святой на этой Модиле, потому что он вспоминает о святости. И он молится в заслугу праведника, чтобы заслуги праведника ему помогли. Вот. Теперь, значит, это мы чуть-чуть сегодня поговорили про Модилы. И очень много есть. Раби Нахман похоронен в Умане. Рэбе Любавичский в Гадичи. В Меджибуже похоронен, похоронен в Меджибуже Бальшемта. В Ростове похоронен тоже один из Любавичских рэбе. Это если говорить про советское время. И всегда есть на каждом кладбище, есть в каждом городе еврейские кладбища, и там похоронены праведники, которые свою жизнь отдали, освящая имя Всевышнего. Теперь, значит, ну, естественно, в Израиле, вообще, особенно люди едут в Израиле молиться в Цфат. В Цфате есть очень много могил праведников. И, значит, конечно, вот Гарик задает хороший вопрос. Где в Торе есть пример, где пришел, кто и пал на кости праведника и молился? Значит, конкретно пример такой. Когда Машер Абейну послал разведчиков, то Калев Бен-Ифуне и Юшуа Бен-Нун пошли в Хеврон молиться на могилах праотцов, Авраама Ицкака и Якова. То есть в Хевроне Маарата Махпила, там похоронены Авраам Ицкака и Яков. И это во все поколения место, куда приходят молиться на могилу праведников. То есть это очень, прямо в Торе об этом написано, и это, ну, огромное правило, да? Молиться возле Маарата Махпила. Что такое Маарата Махпила? Это в Хевроне пещера, в которой похоронен первый человек Адам, его жена Хава, Авраам, праотец Исара, Ицкак и Ривка, и Яков Илея. Там похоронены четыре пары праведников, похоронены в пещере Маарата Махпила. Вот это вот, откуда мы в Торе это учим, насколько это важно. Теперь письма, как работают письма к Любавческому Рэбе, как я понимаю. Значит, письма к Любавческому Рэбе работают следующим образом. Любавческий Рэбе был великий праведник, который всю свою жизнь можно... Вот смотрите, Нинель Миляева. И евреи, и неевреи молятся и поклоняются одному Богу. Богу, создателю мироздания, нет другого Бога. И мусульмане поклоняются Творцу мироздания, который сотворил мир, и им управляют. И евреи, и христиане в какой-то мере, да, христиане, они почему-то решили, что назвать Богом не только Творца мироздания, но и кого-то, который уже... Ну, в общем, я не хочу вдаваться, но христианство в какой-то мере молится создателю мира, в мусульмане молятся в чистом виде создателю мира, и евреи молятся в чистом виде Творцу, создателю мироздания. Бог один, не может быть. То есть, если это разные боди, то это не Бог. То есть, слово Бог, Бог, да, это Творец, создатель мироздания. То есть, если в это слово пытаются вложить какие-то другие смыслы, то это уже другое. Это есть такое, знаете, метафора, когда кто-то говорит, боди разные, там еще что-то. Это вот если я сейчас скажу, что я вегетарианец, но я вегетарианец, но ем я мясо, да? Мне скажут, нет, секундочку, если ты ешь мясо, ты не вегетарианец. А я скажу, не, 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 вы неправильно понимаете. Если я вегетарианец, то я ем мясо. Понятно, да, идея? То есть, Бог это Творец, создатель мироздания, который один-един, и Он всем мирозданием управляет. Это Бог. Другого, нет другого Бога. И Ему могут молиться все. Весь мир должен молиться этому Богу, Творцу мироздания. Хорошо, теперь, значит, двигаемся дальше. Двигаемся мы дальше. Как работают письма к Любавическому Рэбе? Значит, Любавическому Рэбе посвятил свою жизнь служению Богу и служению еврейскому народу и всему миру, да? То есть, служению силам добра, Богу. Теперь, значит, Он отвечал на письма, каждый день Он отвечал на сотни писем. Вот, Он был великий, Он знал всю Тору, Он был великий праведник, Он был с Богом на самых близких отношениях, которых только возможно. И к нему, при этом Он был святой человек, Он отвечал девочкам, мальчикам, пожилым, старым. То есть, Он в день отвечал на десятки писем. По-моему, к концу жизни у Него скопилось там то ли 20 тысяч писем, то ли 30 тысяч, ну, десятки тысяч писем. То есть, и Он отвечал на любой вопрос, связанный со здоровьем, с медициной, с бытом, ну, все вопросы. Теперь, издали все его письма, все его письма издали в... Ну, есть письма, называется Игрот Акодыш, святые письма. Теперь человек, когда он пишет письмо Рэбе, он обращается к Богу. Нельзя обращаться к Рэбе... К Рэбе можно обращаться за благословением, за советом. Но Рэбе ничего сделать не может. Значит, все делает Бог. Значит, человек обращается к Богу. У меня вот такая-то ситуация, в которой я не могу разобраться. Мне нужна помощь, мне нужно благословение, мне нужно совет, мне нужно то, мне нужно это. И, пожалуйста, Рэбе, так как ты всю жизнь посвятил тому, чтобы помогать людям, Рэбе, пожалуйста, мне ответь. И человек как бы замысливает это, и ему приходит потом ответ, какое-то письмо, которое Рэбе писал другим людям. И иногда бывает, вот я иногда пишу письма. У меня буквально неделю назад, у меня был такой вопрос, очень была такая сложная ситуация. И я написал письмо. Я к Богу обратился, говорю, пожалуйста, подскажи. А Рэбе написал, мне нужен совет и браха. Благословение и совет. И мне приходит письмо. Приходит письмо, я даже потом послал его Рафпинха Сувышетскому. Он говорит, это удивительно, но этого не может быть, чтобы из 20 тысяч писем пришел ответ, что ты писатель, и ты пиши, значит, ты своим словом влияешь на людей, и так далее. Прямо конкретно. И там было много советов, которые мне в моей ситуации подошли идеально на тысячу процентов. Поэтому, но я понимаю, что это не, что праведники даже после смерти, они живые. То есть души уходят в тот мир. И Рэбе там на очень хорошем месте продолжает помогать и молиться за весь еврейский народ, и за всех хороших, добрых людей, и за весь мир. Я в это верю, я это знаю, что это так. Теперь я знаю, что Бог хочет помогать. И Он помогает через праведников. Все, вот на этом мы сегодня, давайте, так как здесь обстановка не очень. На этом мы сегодня, один вопрос, вот сейчас я какой-то найду сейчас, которые были вопросы, на один вопрос ответю. И, значит, еще раз поймите, что мы к праведникам обращаемся, чтобы они попросили у Бога. Есть одна сила в мире, один хозяин мира, который мир создал и управляет. Всегда нужно обращаться в молитвах к этому Творцу Мироздания. Да, значит, дальше, дальше вопрос. Если человек говорит про тебя ложь, нужно ли оправдываться? Смотрите, все очень, все индивидуально. Если ваша, давайте зададим вопрос Юлия Прокофьева. То есть, когда человек сказал про вас ложь, нужно ли оправдываться? Задайте себе вопрос. Ваши оправдания, они вам помогут или повредят? Иногда бывает ситуация, когда человек начинает оправдываться, и это ему вредит. Иногда бывает, что помогает. Вот тут надо для себя понять, в вашей ситуации, ваше оправдание помогут вам или нет. Тот, кто про тебя говорит ложь, он может продолжать говорить ложь. Если вы начинаете оправдываться, может быть, это, наоборот, подтвердит, что вы с этим согласны. Согласны. Тут очень индивидуально. Очень индивидуально. Иногда надо, иногда не надо. Вопрос по теме. Татьяна Талисман. Если человек обокрал меня, могу ли я предупредить других людей быть осторожными с ним в делах? То, что мы учили вместе с вами уроки злоязычия, то можете. То есть вы можете предупредить тех людей, которые с ним потенциально могут иметь дело, чтобы они не имели с ним дела, потому что он вас обманул и обокрал. Но еще раз я вам бы посоветовал бы как-то зафиксировать вот этот момент кражи, потому что если у вас нет доказательств, то тогда получится, что вы всем говорите, что он обокрал. Если у вас нет доказательств, то это может, опять же, вам повредить, потому что он потом может на вас, наоборот, напасть же и сказать, что ты мне портишь репутацию, если у тебя нет доказательств. То есть тут надо тоже всегда задать вопрос. То, что я сейчас сделаю, принесет мне пользу или нет? И пользу иногда бывает, что сиюминутная польза, а глобально это вред. Знаете, когда преступники идут грабить банк, они думают, мы сейчас денег награбим, отлично. Даже они вышли с деньгами из банка. Вроде бы у них все хорошо, они с деньгами вышли из банка, а в итоге-то что? А в итоге за ними гоняются потом ближайшие 10 лет и преступники, и бантиры, и милиция, и полиция. И сами же они друг друга хотят убить для того, чтобы индивидуально воспользоваться деньгами. На краткосрочной перспективе иногда можно получить пользу, а на долгосрочной можно получить огромный вред. Теперь Людмила Данилко хочет услышать ответ на вопрос о маме. Если вы сами начали соблюдать какие-то заповеди, и ваши родители или близкие не соблюдают, то это обидно. Это очень обидно. Человеку верующему, религиозному это очень обидно и неприятно. Теперь, ну что с этим делать? Что с этим делать? Опять же, еще раз повторю, что тут таких общих ответов нет, и советов общих нет. То есть всегда нужно в каждой ситуации, нужно рассматривать глубоко и индивидуально. Каждый человек, обидно, я вас прекрасно понимаю, это очень для любого религиозного человека обидно, непонятно, глупо, просто как люди могут быть нерелигиозными. Это просто у меня в голове не укладывается. Как можно жить без религии, зачем, почему, какой смысл тогда? Вообще непонятно. Теперь, ну как влиять на тех людей, которые вокруг вас? Опять же, ваша же задача, чтобы было хорошо, чтобы было добро, чтобы не было конфликтов, не было зла. Теперь, иногда, если они активно вас заставляют что-то плохое делать, с ними лучше не общаться. Иногда, иногда, вот, иногда от зла лучше удалиться, да? Вот, например, как Надя Зельдман все время оскорбляет отец детей и так далее. Иногда надо удалиться от зла. Ну, то есть иногда нужно по чуть-чуть пытаться как-то на них повлиять, да? Да, значит, это, я вам советую так. То есть вопрос этот очень важен. Принцип работы такой, что нельзя делать заповедь через преступление. Нельзя делать заповедь через преступление. Как я рассказывал в начале историю, когда он хотел убить этого праведника, чтобы была мотива праведника. Нельзя украсть деньги и дать на цдаку. То есть нужно быть... Главное правило в Торе, знаете, какое? Нужно быть умным, рациональным, умным и спокойным. И вот это главное правило в Торе, которое относится ко всем остальным правилам. То есть не надо быть экстремистом, не надо быть эмоциональным, не надо быть, значит, таким... считать, что от вас зависит весь мир. Каждый человек отвечает за себя. Ваша мама, Людмила, отвечает за себя. Вы отвечаете за себя. Вы спокойненько себе, как Раф Зильбер в тюрьме, у него была тумбочка одна, в которой он соблюдал всю Тору. На одной маленькой тумбочке у него была и Пейсах, он в ней соблюдал, и все. А вокруг была тюрьма. Точно так же. Ваша мама отдельная личность, вы отдельная личность. Значит, предупредит родителей, как Шошана Кац, предупредит, что в шаббат я не отвечаю. Позвонить им до шаббата и поговорить с ними до шаббата дольше, чем обычно. Еще раз предупредить. Я советую все вот такие вот вещи обсуждать не эмоционально, а писать письма. То есть написать письма, написать свою позицию, чтобы это не было в конфликте. Написать позицию, выслушать вторую позицию. То есть главное правило – это не быть экстремистом, не быть эмоциональным. И понимать, что каждый человек в этом мире, он отвечает за себя в основном. И за других людей он не отвечает. И молиться. Молиться за них. То есть самое сильное средство – это молитва. Все, дорогие друзья, удачи всем и успехов. Хорошего дня. И до завтра. До завтра. Всем хорошего дня. Все. Молимся на могиле праведников. Счастливо. Молимся на ждем. Счастливо. К Miriam. Молимся на «Мол».